По третьему троллейбусному маршруту в Казани теперь курсирует электробус. Стоит ли заменить весь общественный транспорт и насколько это выгодно? С остановки Речной порт до улицы Академика Глушко пассажиров висит новенький электробус. Правда, пока всего один. Но если через три тестовых месяца от граждан поступят положительные отзывы, Казань намерена приобрести целую партию. Делиться впечатлениями от поездки пассажиров электробуса просит на официальной странице МУП «Метроэлектротранс» в Инстаграме. Мы очень много думаем о том, как улучшить экологию города. И, конечно, электрический транспорт – это номер один, потому что 75% загрязнения это дают наши автомобили. Поэтому мы с вами работаем на газомоторном топливе, покупаем и наша мечта – вот электробусы, дай бог. Пока, конечно, дороговато, но все новое всегда бывает дорогое. В Казани тестируют тот же электробус, что и в Москве. Он бесшумный, работает от аккумулятора. Салон рассчитан на 80 пассажиров. Есть системы климат-контроля и видеонаблюдение. USB-розетки. Предусмотрено 35 сидячих мест. А по заявлению производителя полная зарядка занимает 24 минуты. Выгодно ли городу заменять электробусами уже существующий общественный экотранспорт? Подвижной состав, сам транспорт обойдется, конечно же, дороже, чем троллейбусы или трамваи. С другой стороны, сама по себе троллейбусная сеть требует еще, кроме самих троллейбусов, контактные провода, которые подвешены над дорогой. Если полностью произвести замену троллейбусов на электробусы, то будет не нужна эта самая контактная сеть. Можно будет сэкономить на ее создании, обновлении, обслуживании. Игорь Кох также подчеркнул, что в большинстве случаев электроэнергия – более дешевое топливо, чем распространенные сейчас дизель и метан. Однако стоимость самих электробусов может повлиять на положительные результаты эксперимента. Ариадна Кугушева, Универньюз. Универньюз.